еще хочу отметить очень важный факт материалы которые мы используем в нашем проекте то есть аудио видео фото файлы меняются только в нашей программе если мы к примеру меняем цвет видео или картинки меняем громкость аудио любые изменения с этими материалами происходят только в проекте у вас на компьютере они не меняются исходники остаются без изменений но очень важно чтобы ваши исходные материалы которые вы используете в данном проекте находились в той же папке на том же диске именно в том месте откуда вы импортировали эти материалы ваши исходные материалы нельзя удалять либо перемещать с той папки где они находились когда вы их импортировали оттуда вам сейчас покажу почему открываю папку с видео открываю любую другую папку вот видео которое я импортировала и использую в этом проекте я сейчас перемещу видео фрагменты под названием 401 до 404 и перемещаю их в другую папку то же самое будет и при удалении что у меня происходит с проектом проект не хочет дальше работать так как не знает где теперь находятся исходные видеоматериалы программа спрашивает какое действие мы хотим выполнить далее либо найти эти материалы и указать где они лежат либо нажать отмену либо автономно искать либо автономно находить каждый материал также мы можем нажать отмена но у меня этих файлов в проекте нет и вы можете видеть как значок который обозначал видео сменился сейчас покажу как они отображаются на временной шкале чтобы вы знали что случается с вашими материалами и почему появляется у вас вот такая вот красная картинка вот если вы видите такие значки это означает что вы переместили ваши исходные материалы либо удалили их как это можно исправить можно найти эти файлы в том случае если вы их на совсем не удалили с компьютера как это сделать можно искать эти видео фрагменты по одному нажатием команды привязать мультимедия либо все пропавшие файлы сразу для этого обводим их левой кнопкой мышки нажимаем правой кнопкой и его всплывающем меню выбираем привязать мультимедия я вам покажу на примере поиска одного видеофайла нажимаем на него правой кнопкой мышки и выбираем привязать мультимедия далее кнопку найти и указываем папку где лежит наш файл на компьютере если вы конечно же знаете где он лежит ищем файл по имени нажимаем на кнопку поиск нажимаем ok и мы можем видеть что наш файл снова появился на прежнем месте и теперь этот значок уже не красный а вместо этого отображается иконка видео где лежат эти файлы программа пока еще не знает но она их может найти самостоятельно потому что они находятся в той же папке где и файл который я нашла вручную для этого нужно перезагрузить программу закрываем программа спрашивает сохранить изменения в проекте ok и теперь в наш проект вернулись все четыре файла не только один который я находила самостоятельно но и остальные три файла наша программа нашла самостоятельно если же мы закроем проект перемещу файлы в другую папку представьте что вы их переместили либо удалили с компьютера вообще теперь я запускаю программу открываю наш проект и увидим что проект перед запуском спрашивает а где же наши файлы которые использовались в этом проекте мы можем нажать отмену и продолжить работу без использования этих файлов либо можно указать местонахождение наших файлов все по той же схеме и мы говорим проекту вот эти файлы которые ты ищешь нажимаю поиск и вот он находит нужный файл теперь нажимаю ok все программа определила все нужные ей файлы все потерянные файлы которые лежали в этой папке нашлись все теперь все наши файлы на месте и на нашей временной шкале вместо красненьких иконочек теперь снова появились иконки изображений наших видео но лучше файлы все-таки не терять если же вы удалите материалы которые используются в проекте полностью с компьютера вам придется их удалить из проекта иначе программа все время будет спрашивать где же лежит этот файл если эти файлы находились у нас на временной шкале и использовались в нашем проекте программа будет спрашивать вы точно хотите удалить эти файлы они ведь используются в нашем проекте и программа предупреждает о том что в таком случае секвенция будет нарушена нажимаем ok и теперь мы видим что на месте пропавших файлов у нас образуются пробелы этот пробел мы конечно же легко сдвинем но в нашем проекте уже не будет этих файлов если мы хотим удалить импортированный нами файл но который еще не используется в нашей последовательности то есть не находится на монтажном столе то при удалении этого файла программа не будет выдавать такое же диалоговое окно в принципе все и на этом урок подошел концу и в принципе раздел теории тоже со следующего урока начнется очень интересная тема практика и Субтитры подогнал «Симон»